Всем привет! Вы на канале Турецкие Байки. Сегодня у нас развлекательное видео на тему, как стать турком, как не выделиться из толпы в Турции, чтобы вас приняли за своих, а не за ябанжи. Прежде всего, нужно что? Даже если вы не знаете турецкий язык, нужно выучить несколько простых фраз вежливости. Первое, мераба, именно без буквы Х, потому что она практически непроизносимая. На фразу в магазинах «Хошгель Денис» вам непременно нужно ответить «Хошбулдук». И выучить спасибо, конечно же, на турецком «Теше кюридырем». Тогда вы ни в коем случае сразу не засветитесь, как иностранец. Далее, турецкий чай. Чай наше все. Пейте чай при любых случаях, в жару и в холод. Никогда не отказывайтесь, если вам предлагают чай. Говорите, что он «Мухтэшэм Харико». Очень вкусный чай. Пейте его из самых маленьких стаканчиков. Никогда не выбирайте большую кружку или большой стаканчик. Как он только у вас закончился, заказывайте еще и еще. Показывайте вот такой жест, чтобы вам официанты принесли еще много чая. «Много чая». Выучите «Битаны чай, Людвен». Только чай. Ну, на крайний случай кола. Турки тоже очень много бьют колу. «Хлеб». Наше второе все. Покупайте каждый день 3-4 буханки. И съедайте их все. Никогда не ешьте вчерашний хлеб. Только свежий. Только хардкор. С хлебом вы должны научиться есть. Макароны, рис, картофель и вообще разнообразные комбинации. Например, рис с макаронами, макароны с картофелем фри, картофель фри с хлебом. В любых-любых комбинациях. Тогда турки точно примут вас за своих. Никакую чорбу нельзя есть без хлеба. И не просто прикуску. А нужно накрошить туда хлеба, макать туда хлебом и прикусывать хлебом. Вот тогда это будет точно по-турецки. Чтобы все поняли, что вы не ябанчо, купите несколько портретов от Ататюрка и турецкий флаг. Развесьте их везде. Второй вариант, если вы не хотите Ататюрка, развесьте цитаты из Корана. Тогда точно будет все понятно с вами. Если вы живете неподалеку от моря, никогда к нему не ходите, не купайтесь и томно говорите, что вам это все не важно. Ешьте любую еду со специями. Если вам подали любую тарелку, сначала ее посолите. Не пробуя на соль. Потом добавьте туда красный перец, черный перец, обязательно тимьянки кик, мяту, перемешайте и тогда это будет истинно турецкий вкус. Если вы где-то в ресторане, всегда требуйте от фицианта корзинку с кетчупом, майонезом, со сладкой горчицей и другими специями. Добавляйте в блюдо все подряд. Если вам приносят острые перчинки, маринованные, съедайте не менее 10 штук. Заработайте турецкий настоящий гастрит. Он точно покажет, что вы не иностранец. Кроме чая, ваши любимые напитки, как я уже сказала, кола. На следующем месте стоит айран. После айрана идет шалгам. Шалгам это фигментированный сок из черной моркови. Острые. Всегда выбирайте острые. Турецкий гастрит очень много значит. Из любого разнообразия алкоголя всегда и везде вы выбираете ракы. К ракы вам непримерно понадобится мизе в виде белого сыра, в виде дыни, в виде кебаба, в виде рыбки, в виде большого количества зеленого салата и прочего, прочего, прочего. Нужно пить обязательно с холодной водой, с чувством, с толком, с расстановкой. Тогда действительно будет понятно, что вы никакой не ябанжи. Вы настоящий турок. Будьте общительны. Максимально дружелюбны и общительны. Перезнакомьтесь со всеми соседями. Узнайте у каждого сколько родственников, как поживают их дальние Тейзе и Анджи. Сколько у таксистов любых детей, где он раньше работал, в каком Махале жил, в каком институте учился, как учатся его дети, когда у них будет свадьба. Возьмите все приглашения на свадьбу. У ближайшего булочника выясните, как его жизни, почему у него сегодня хлеб не такой, как вчера. Обязательно со всеми перетрите насчет политики, насчет экономики в Турции. И всегда, при любые возможности, всегда выясняйте подробности чужой жизни. Чисто будет по-турецки. Чего? Мы приехали! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Если вам турок рассказывает подробности своей жизни долгую и драматическую историю печально, периодически прерывайте его фразами и вторая фраза Если вам сильно повезло и вы водите в машину в Турции, то, когда еще не зажегся зеленый сигнал светофора, приготовьтесь. Как только он зажегся, сразу начинайте дико сигналить. Сигнайте, сигнайте, чтобы впереди идущая машина точно знала, что вы торопитесь. Даже если это не так. Если никто не видит, смело газуйте на красный. Поистине, заработав турецкий гастрит, возвращаясь на родину, ищите турецкую еду, привозите с собой острые специи и продолжайте поддерживать ваш турецкий гастрит даже на родине. Заходя в первую попавшуюся турецкую кебабную, смело насыпайте снова кикик, красный перец и требуйте, требуйте, требуйте острые перчики. Ну как же без них? Сон, держи, да, очень бибер, ларь. у меня будем Pinуси с я не люблю собачок а всегда и везде опаздывайте как минимум на 15 минут жизнь такая штука как же можно в торопиться не надо торопиться надо всегда опаздывать чисто по турецкому как минимум на 15 минут если вы идете в магазин вы должны купить вот такую сумку на колесиках даже для базара даже для магазина везде и всюду сумка на колесиках запомните даже если вы пришли в очень дешевый магазин все товары чок пахалы очень дорогие прямо совсем об этом обязательно по спорте с продавцами по спорте обязательно о политике об экономике спросите снова же у продавцов как жизнь как жизнь их детей как они предпочитают есть кивак если у них гастрит и так далее а если вы уж прошли на базар то вместе со своей сумкой торгуйтесь до последнего до последнего куруша торгуйтесь на базаре потому что везде все чок пахалы очень долго вы непременно должны болеть за свою какую-то турецкую команду футбольную даже если вы ее не знаете даже если вы не видели ни одной игры этой команды иначе вы ябанже иностранец если вы не выбрали для себя турецкую команду не могу я пахаю Son Сена Харьки Аллафя 1,5-дакахи 1,5-дакахи Волкан-В survives Хай ты, деверь, деверь. Как только начинает дуть холодный ветерок с моря, сразу одевайте куртку, демисезонную обувь. Лучше на большой платформе, это модно, это круто, это не как ябанжи одевают. Лучший, самый крутой вариант Это купить ботфорты Когда становится примерно 19-18 градусов Куртку кожаную и большой-большой шарф Закутаться вот так вот и еще сверху одеть И обязательно перчатки И говорить как холодно Если пойдет не дай бог снег То надо обязательно взять зонтик Зонтик всегда спасает от снега Зонтик всегда спасает от снега В вашем доме всегда и везде должна быть колония Большая колония Вы ей дезинфицируете, моете руки, моете лицо Мойте все-все-все А лучше сразу покупать большую колонию Вот такую Если вы только слышите чуть-чуть где-то музыку Сразу начинайте танцевать Даже если вы сидите Можно просто вот так вот пританцовывать И поднимать руки вверх Руки всегда должны быть в танце вскинуты вверх А попа двигаться Ну ладно, дорогие мои Я надеюсь, я не перегнула палку Ну это реальные признаки того, как быть турком Счастлив тот, кто может назвать себя турком Я, к сожалению, не могу себя назвать Но я обожаю турецкую нацию Заранее извиняюсь, если кому-то что-то не понравилось Я не имею никогда никакой цели оскорбить кого-то Тем более мою любимую Турцию Но жизнь всегда воспринимается проще Если мы воспринимаем ее с юмором На этом все Кому понравилось видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик Люблю, а целую Пока-пока